Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды, дальше бесплатный пак на открытие, срочно. Кстати, по-моему, сегодня у нас Микеланджело получит сотый уровень, судя по тому, сколько у нас находится мутагена. Так, здесь забираем награду, сразиться, давай, наверное, пройдем серию испытаний. Кстати, сегодня можно будет даже пройти ее, но посмотрим, не буду опережать события, глянем, что у нас там будет. Если арена быстро пробежится, да, то, наверное, пройдем с тобой смятение из другого измерения. Ну, а почему бы и нет, потому что времени будет много и спокойненько можем проходить, но если затянется арена, то тогда в следующий раз. Так, Рокстади, падай давай. Ты смотри, какой жук. Не хочет падать и все. Так. Пробивной, отлично. Переходим на последнюю волну, но здесь, наверное... Ха-ха-ха. Здесь, наверное, здесь муху начнем жалить. Для начала. Плюс вертушка от Леонарда. Отлично. Добьем, наверное, хотя... Давай так вот сделаем. Выпустим маузеров. Минус. И... Красавчик, Донни. Ну что? События с тобой прошли. Соответственно, забираем награды. И пойдем искать элементы. А на кого мы ищем с тобой? Мы же вроде бы на пауку со все нашли. Так ведь? Кого мы с тобой начинаем прокачивать в дальнейшем? Я, по-моему, собирался к крысиного короля. Но кто-то мне сказал, что я собирался докачать Ваньку. Ваньку стиранка. Если по навыкам смотреть, то у него все отлично. Навыки прокачаны замечательно. Уровень. Ну, уровень это будет уже после. Так, точно у нас тут все нормально с паукусом, да? Ребят, паукус чувствует себя просто шикарно. Великолепно. А значит, все-таки крысиный король. Ну что, будем пытаться прокачать ему вот этот навык. Давайте-ка мне силовую ячейку кренгов. Нашли. Так, и 10 ящиков с инструментами. Раз. Два. Три. Так, четыре. Давай-давай-давай, не жмись. Четыре. Пять. Да что ты будешь делать? Да хорош. Шесть. Семь. Еще три. Восемь. Девять. И последний ящик. Десятый. Все, друзья. Ящики собрали и прокачиваем до второй ступени. Нашествие. Так, нам нужно будет приманка для маузеров и 12 номеров. Так, что у нас тут по заданиям? Забираем. Это забираем. Так, поднять уровень персонажа. У нас мутагена хватает уже. Ну-ка, посмотрим сейчас. Идем в список. Нет, не хватает. А, майки у нас уже сотого уровня. Слушай. Тогда, тогда будем прокачивать Ваньку. Да? Друзья мои, будем прокачивать Ванька до сотого уровня. Ну, а почему бы и нет? Так, забираем здесь награды. Ну, и идем, наверное, на арену. Смотрим, ребята. Лига мастеров, две звезды, 79-я позиция. Я считаю, что это круто. Сейчас мы, наверное, с тобой все-таки немножечко бустанем. Ну, как сказать, бустанем. Это бустом не назвать. Ну, скажем так, поднажмем. С помощью наших силовых приемов и супер бойцов мы с тобой, наверное, все-таки зайдем в топчик. Я, кстати, не посмотрел, сколько у нас с тобой откатов имеется. Потому что рекламу я не смотрел. То есть 10 откатов у меня там в закормах лежат. И в любую секунду мы, конечно же, можем их взять. Так, здесь первый побед за нами. Нам стоит вернуться только лишь в лигу мастеров три звезды. А там поднажать чуть-чуть, надавить на некоторые кнопочки. И все, ребята, и мы будем с вами в топчике. Так, 17. Сколько? 5. Ну, 5 откатов это, ну, ты сам понимаешь, что это очень-очень мало. Можно, конечно, взять и отыграть с помощью Шреддера и дальнейших персонажей. Ну, типа вот таких вот. Типа Ванька-Стиранка, да, или там Шреддер плюс Усаги. Но все равно этого не хватит. Откаты в любом случае придется брать. Ну, пока есть возможность, давай отыграем. Даже эти пять штук, которые у нас в данный момент имеются. Ну-ка, Ванюша, задай жарку. Красавчик ты мой. Ну, вот как-то так мы с тобой решаем. Да, ребят, я не спорю, эта неделя у нас неудачная. В плане того, что фармить особо нечего. Проходить как бы тоже особо нечего. Потому что в событиях все, что дается, у нас уже давным-давно есть. И как бы лишний раз это проходить, ну, просто нет интереса. А также монеты у нас с тобой просто копятся. 17-24. Давай Супер Шреддера заберем. И попробуем с помощью Бакстера Стокмана здесь выкрутиться. 79-й уровень. Кстати, Хан. Вот противник номер один. Если сейчас Супер Шреддер его не уложит, баяньки. А он его уложит. Тихо ты, куда лезешь? Так, кто лучше? Маузер? Нет, давай, наверное, вот так вот. Супер Волну. Тут, по крайней мере, постепенно урон есть. Ну, в принципе, что я хотел, то я и получил. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. С превеликим удовольствием переходим на 40-ю позицию. Давай, пожалуйста, мне. Даже 39-я. Еще лучше. Так, давай-ка мне уже, пожалуйста, 17-24. Ну, пожалуйста. Ну, игра. Ну, хорош. Вот, спасибо большое. Майки. Обращаем внимание на майки, ребята. Именно вот на этого. С хорошей инициативой. Поэтому, как бы, не будем слишком слабеньких брать. Возьмем пауку, возьмем с тобой караечку. Они, по крайней мере, точно выдержат удар. Если что-то пойдет не так. Хоть и майки делает у нас уклонение. Так, ну что, мы с тобой шипики выпускаем. Хоба. Ммм, ты смотри, ты смотри-ка, какая тут, ребята, получается проблемка. Слэш. Слэш. Твою налево. Ну что, паукус, давай свою супер паутинку. Твою дивизию. Ну, рискую, ребята. Е. Донни, ты красавчик, ты все-таки смог одолеть. А я думал, ну, вдруг промахнется или не добьет. Тогда, скорее всего, либо паукусу, либо караеке, естественно, был бы кирдык. Но тут выкрутились. Ну что, 22-я позиция. То есть, два поединка, и мы с тобой уже в лиге мастеров 3 звезды. Так, я опять же ищу 17-24. Это самый оптимал. То есть, это, можно даже сказать, не оптимал, это самый топовый. Самая топовая награда, которая может быть у нас. 17-24. Вот, вот она выпадает. Так, супер шреддер забираем. Возьму Рафаэля, наверное, здесь. Плюс зэка. Плюс зэка и раз, два, три. Раз, два, три. Конечно, раз, два, три. Раз, два, и все. Раз, два, и обчелся. Зэк, давай бросай свою бомбочку, пожалуйста. Зэм меня для их всех. Да, только двоих. Этот сплинтер, он какой-то неугомонный. Ты бич. Чего? Шреддер, ну ты меня расстроил здесь. Ты меня здесь расстроил, потому что ты постепенно урон вообще не повесил. Это ты зря кабанчик делаешь. Ой, зря. Рафаэль, тебе тоже не сдобровать. Ну что, учитель сплинтер. Да ладно, своим точечным ударом. Напугать он меня тут захотел. Хе-хе-хе-хей. Ну, как ты видишь, все замечательно. Сейчас, я думаю, где-то будет 10-я позиция у нас, скорее всего. И остается один поединок, и все. Оу. А почему 16-я? Почему так мало-то? Вроде никаких проигрышей не было. Все было идеально. И на тебе, да? Дают по минималке. Но здесь можно отыграть, естественно, самых начальных. Потому что здесь все-таки Усаги, плюс Супер Шреддер. Никаких проблем для них нету. По уничтожению наших врагов. Будь то кролики, будь то Донателло ролевой, не имеет значения абсолютно. Причем Усаги здесь очень хорошо, ребят. Все я проявил. 80% постепенки повесил. Ну, единственное, что Бибок. И то это, ребята, Шреддер на него повесил постепенку. Все. Идеально тут прошли. Откатов все меньше-меньше-меньше. А точнее, всего лишь один остался. Это что такое, ребят? Вообще не... Прикинь? Они вообще меня не переместили. Здоровски, я тебе скажу. Просто я как стоял на месте, так и стоял. Даже ни на йоту не сдвинулся. Вот такие вот баги или лаги, или я не знаю, как это назвать, в игре бывает. И причем очень часто. Вообще ни на миллиметр не сдвинулся. Вот это вот бесит. Так, Шреддер не жилец. Давай, наверное, мы пробьем с тобой сплинтера. Проникающим ударом в живот. Что-то я про Донателло-то забыл. Ну-ка. Не понял. Что за выкрутаса-то? Е. Ну-ка, вот идеальная победа. Неужели сейчас опять не сдвинемся? Давно быть такого не может. Должны, должны перейти. Да ты серьезно? Мы даже... Ну, я, ребята, убываю руку. Короче, пойдем за рекламу смотреть наши откаты. Ну что, друзья мои. Посмотрел я все рекламки. Получил свои 10 откатов. И мы продолжаем турнирную арену. Скорее всего, нам придется еще докупать. Что-то у меня такое предчувствие, что нам не хватит этих 10. Ну, посмотрим сейчас, как у нас пойдут дела. Так, 17-24. Ну, здесь, понятное дело, супершреддер. И возьмем, наверное, с тобой Армагоны. А раз они вдвоем, значит, мы можем отыгрывать самых-самых слабых персонажей. Раз, два, три. Вперед, как говорится, из песни. И если бы взять нам сегодня топчик, было бы вообще великолепно, но... Не, шанс на самом деле есть. Но ты видишь, как игра сегодня нам вредит? То поднимает всего лишь на 5-6 ступенек, то вообще не поднимает. То есть, даже не вижу причины, почему такое происходит. Кстати, ты посмотри, какая у него фигня. Ты видел у этого... Как его, ё-моё, у Саблезуба. У него сзади какой-то баллон. Баллон и какие-то присоски к его голове прикручены. Может быть, это какой-то увлажняющий, я не знаю, водяной баллон. Чтобы он, типа... Он же как бы все-таки рыба получается. Чтобы он, наверное, мог передвигаться по суше. Типа увлажнение какого-то. Но это мои догадки, ребят. Я не смотрел мультик до той серии, где он появляется. Как его там делают. Но довольно многое от вас наслышан. Именно по этому сериалу. Поэтому все, так сказать, вот эти вот доводы и выводы... Это благодаря ваших слов. Так, ну что. Бомбим. Постепенно урон почти на всех, кроме Лео. И я думаю, что здесь достаточно будет вот этих вот ракет. Так, точно. Просто выпустили ракеты и они упали. Так, мы смотрим с тобой, какое место занимаем. Восьмидесятая, наверное, да, будет? Слушайте, ребята. Мы сегодня берем топовое место. Я уже просто... Не то, что даже предвижу. Я предвкушаю. Как мы с тобой уже сидим на троне. Но, опять же, хочу повторить, что... Придется брать еще 10 откатов. Ну, никуда без этого. Да фиксим. У нас деньги есть, доллары, да? Нам их все равно тратить некуда. Ну, естественно, только если покупать откаты и телепорты. Телепортов, слава богу, у нас с тобой есть. Тем более, мы с тобой две недели почти экономим. Мы не тратим, потому что мы не фармим никого. И я могу себе позволить, да, немножко потратить их. Бамс. Все, готово. Двигаемся далее. Так, ну давай, давай, давай. Продвигайся. Сейчас посмотрим. Была 82-я, да? Или 80-я? Да, 82-я. Переходим на 72-ю. Давай. Ох, 70-е даже. Блин, ну посмотри, по два отката мы тратим. Давай я сразу тогда докуплю. В любом случае это придется делать. Вот так вот. Пойдем вабанг. Пойдем с тобой вабанг. Я взял 20. 20 откатов плюс 4 у нас было. Итого 24. По итогу это на 12 боев. А 12 боев это с головой, ребята. Нам хватит, чтобы занять топовое место. 12 боев. Умножая, грубо говоря, на 10 ступенек. Это получается 120 ступенек мы можем перепрыгнуть. А нам всего-то лишь нужно 70. Так что все будет у нас тип-топ. Тут без сомнения, как говорится. Без стыда и совести проходим. Прорываемся вперед. Так, дальше у нас 60-я или какая? Даже 57-я. Мы немножко, ребята, идем с опережением. То есть я рассчитывал на более меньшую награду. А как видишь, нам дают более высокую. Отсюда коэффициент победы и трат наших откатов уменьшается. Поэтому у нас даже еще и в запасе останется. Но ты не забывай, что все-таки еще не конец недели. Еще не конец недели. Только лишь что у нас сегодня? Пятница, по-моему, насколько я помню. Пятница. Ну, видосик, естественно, выйдет в субботу. Так что, надеюсь, не будет никаких комментариев. Рей, какая пятница сегодня суббота? Если я так говорю, значит, я снимаю видос именно в тот день, про который говорю. Если я говорю пятница, а видосик вышел в субботу, и в субботу я говорю, что в пятницу, значит, делаю выводы, что видео было снято в пятницу, а выложено уже в субботу. Вот и все. Элементарно. А не то, что я там забыл или попутал день недели. Так-с. Погнали. Возьмем этого. Возьмем этого. И раз, два, три. Нам даже придется, наверное, оставить кое-кого. Всех отыграть не сможем. Да это, в принципе, и хорошо, да? Подумаешь, не успеем отыграть. Хлоп. А волончиков сверху не хотите, ребята? Бесплатный. Тяжелый волончик. Самое главное слово здесь. Бесплатный. Ну что, двигаемся дальше. С 46-й позиции мы попадаем на 34-ю. Смотри-ка, мы с тобой берем 12 ступенек. И это причем на высшей самой лиге. Раньше, не помню, с этим были большие проблемы. Нам давали, дай бог, десяточку. Это в лучшем случае. А сейчас аж по 12-й. Я считаю, что это круто. Может быть, мы настолько хороши, что мы так быстро продвигаемся. Ну что, Супер Шреддер опять делает свой суперудар. Постепенкой, конечно, он тут особо сильно не разбрасывается. Но это уже и не важно, потому что впрягается Армагон. Естественно, своей атакой он валит всех с ног. Леонардо, ты заметил, да? Он мечи втыкает в землю. Так легко, как будто это не пол, а именно земля. Мягкая почва. Так, ну что, 21-я позиция. Остается всего лишь два поединка. И все. Ну, я тебе скажу, что относительно быстро мы сегодня идем. А это означает, что есть шанс пойти и пройти смятение из другого измерения. Хотя там, если посчитать, раз, два, три, где-то 20 боев придется делать. Хоть они и быстрые, я не спорю, ребят. Но 20 боев. Тыкс, готовы. Так, ну что, пойдем на последний поединок. А нам все равно больше... Кстати, подождите, я не ничего делать. Сегодня пятница, сегодня у нас события откатились точно. Точно. Платиновые события. И сейчас зайдем и глянем. Че это, я совсем забыл об этом. Твою ж дивизию. Так, отменяется, ребята, смятение из другого измерения, по-моему, сегодня. Потому что я нашел для себя занятие. Ну, не только для себя, и для вас тоже. Надеюсь, это последний поединок. Давай, Армагон. Уничтожай супостатов. Все. Как-то так. Продвигаемся с тобой на топовое место. Надеюсь на это. Все, друзья мои. Очень-очень великолепно. Ну, а теперь давай посмотрим. Точно. У нас с тобой испытания. Армагеддон. Слушай, я здесь не помню. По-моему, отыгрываются чисто черепашки космос. Чисто черепашки космос. А они у меня все прокачаны. А ведь так, черепашки космос у меня, по-моему, все абсолютно прокачаны по звездам. Это можно, кстати, посмотреть, знаешь, где? Если зайти в магазин, предметы. Да, они все у меня прокачаны. Так что нет смысла проходить там Армагона. Армагеддон. Но есть смысл пройти вот это вот платиновое. Опять же, посмотрим, кто здесь. Твою дивизию, ребята. Это как так-то? 90-е, блин, я не знаю. Тут какая-то прям засада. Нет, скорее всего, мы не сможем пройти. Хотя и очень хочется. 90-е уровни. Куда тут мне с ними тягаться? Постепенно урон даже не повесил. Ты серьезно, что ли? Ну, Усаги, ну, ты хорош. Посмотрите. Бамс. Минус. Тимати. Нет, друзья. Здесь шансов у нас нет. Лишь по одной причине. То, что Тимати слабак. И то, что Усаги. Всего лишь 71-го уровня. Если бы они были здесь сотово. Ох, мы бы с тобой здесь развлеклись. А так, к сожалению, не получится. Как бы я тут не пыхтел и не старался. Давай-ка мы, наверное, Хана с тобой уничтожим. Несмотря на то, что он ослеплен, он все равно, ребята, его пробивает. Зэк, иди отсюда. Да хорош ты. Крысиный король. Выпендривается еще здесь. Ммм. Ну, давай просто двойную атаку. Естественно, он сейчас уничтожит меня железноголовый. Да ладно, не получилось. Ну, прошли мы с тобой. Этот бой. А вот на третьем, по-моему, по-моему, ребята, будет фейл. Причем конкретный. Так, давай Усаги не подведи. Сделай козырно. Повесь, пожалуйста, постепенный урон на всех. Чтобы они все тут... Так. Железноголовый минус. Ну, тут, короче, один Усаги только и выживет. Лапекс, успокойся. Ну, что ты делаешь? На тебе. Это, конечно, очень-очень жуткое, ребята, событие. Для моей команды. Это еще... Хотели мне дать этот... Как ее звать-то? Шенигами 59-го уровня. 80-е уровни. Я не знаю, ребят. Нет, ну, на самом деле, да, надо прокачивать. Прокачивать, еще раз прокачивать. Тимати, Сплинтера. Потому что, видишь, они все-таки участвуют в каких-то событиях. И нужно, ребята, делать на этом акцент. Нельзя это все спускать на самотек. Прокачивать и еще раз прокачивать. Так, у нас точно все Донателлы прокачаны, да? Да, все. Абсолютно все. Ну, что, я не знаю, ребята. Я, конечно, попробую сейчас... Еще разочек здесь пройти. Пускай даже не на три звезды. Ну, главное, чтобы просто пройти. Ну, давай, рискнем. Не заблокировал. Плохо. Получаем дебаф за это. А под дебафом нас сейчас тут раскромсают. Уж поверь. Эх, Тимати, Тимати, ну и что? Бесполезно брать на тебя провокацию, потому что тебя сразу же сметут. Вот на железноголового базара нет. Это можно сделать. Бумс. Давай-ка. На тебе, Хан. Крысиный король. Промахнулся, Сплинтар. Ты серьезно? Ну, и Тимати тоже промахивается. Давай попробуем так сделать. Раз. Два. Ванюша. С какого, блин, перепуга... Вот объясни мне, с какого перепуга железноголового промахнулся? Давай, добивай его, короче. Раз. День. Воу. Тимати, ты меня удивил. Сейчас приятно причем. Все-таки смог добить. Ракеты к бою. Вертушка. О-о-о-оу. Слушай, ну неплохо. Совсем неплохо. Армагон. Змейка Вьюн. Команда отморозков. Отъявленных. Тут даже не знаю, ребята, что сделать, если сейчас надо. Наверное, глушить надо Армагона, скорее всего. Добьешь? Молодец. Ну, минус Сплинтар, это понятно. Следующий, естественно, пойдет Тимати. Тут как ни крути. 70 уровней. Это для них лакомый кусочек. Так, он даже не попал. Ну что, Змейка Вьюна, наверное, попробуем. Раз. Два. Добей его, пожалуйста. Отлично. Давай, Тимати, бери провокацию. Будешь смертником у нас. Слушай, я боюсь, что это сейчас начнет свои гранатометные эти... А, мы заблокировали, да? Я глазам своими не верю, что Тимати так долго держался. Берем здесь провокацию. Эй, железный-железноголовый. Слушай, как думаешь, Усаги выживет у нас? По идее, должен. Это последний кролик, который борется против всех. И он выживает, ребята, он выживает, а значит, мы с тобой получаем нужный нам элемент. Пускай не на три звездочки, фармить мы с тобой, естественно, этот уровень не сможем, но зато мы его прошли. А дальше... А дальше трэш. Ребята, здесь... Здесь даже, наверное, Усаги сможешь пройти, потому что здесь абсолютно все 90 уровня. Тут вообще никак, без вариантов. Я, конечно, могу попробовать, показать тебе, к чему это все приведет, но... Шансов просто ноль. Зек, естественно, ходит первым. Хан второй. Добивает меня... Ой, все, ребят. Ну, что вы тут? Ну, давай сделаем так вот. Как ты видишь, даже не заблокировали мы. Слушай, давай на дорожку бафни нас, пожалуйста. Учитель Сплинтер. Тимоти, ты как смертник, бери на себя провокацию. Блин, надо было не так сделать. Ладно, фиг с ним. Понятно, что Тимоти крышка, ребята, здесь. Но я зэка заберу с собой. Вот так вот. Все. Все, кого могли, они, ребята, уничтожены. Именно из слабых. Тут, видишь, еще проблема в том, что у нас нету лекаря в этой команде, и нам, ну, никак не подкрепить себе здоровье. То есть они потихоньку-потихоньку нас разбирают. Ну что, я предлагаю здесь сделать суперкрученный удар. А вдруг его не зацепим, вдруг его не заберем с собой. М-м-м, да. Плевок. А, это крик души. Все, железноголовому крышка, ребята. И остается один Усаги. Как ты видишь, он замедлен. Постепенный урон. Ну, в принципе, сейчас полкуса доплится, да? А, Джастин выжил. Ну, так как у нас замедление, естественно, мы с тобой здесь сделать ничего не можем. Единственное, баф на себя наложить. Какой-нибудь защитный, контратакующий. Ты серьезно? Усаги, ты, вот ты сейчас серьезно, ты повесил на себя просто какую-то вшивенькую защиту? Если бы я знал бы, я бы просто бы атаковал бы лучше бы. Это трэш какой-то. Поставил на себя просто защиту. Не, я, конечно, понимаю, что она помогает нам. Но не настолько же. Вот тебе и дебаф повесили. Все, Усаги, прощай. Ты держался до последнего. Ребята, я старался как мог. На самом деле, не поддавался. Выкладывался по полной программе. Но, видишь, ничего не получилось. Так, у нас пиццы еще много, да? Значит, мы можем с тобой поискать на крысиного короля. Так, приманки для маузеров. Раз, приманочка. Нам нужно еще две, да, получается? Так, и последнюю приманочку. Вот она. Приманочки мы с тобой нашли. Дальше нам нужно 12 вот этих вот номеров. Но пиццы, к сожалению, нету. Ну что, друзья мои, тогда давайте мы с вами будем на этом сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.